Эй, йоу, йоу, я сегодня как рэпер 69, как вам моя прическа? Пиши в комментариях, похожа я на 69 или нет? И еще мне нужны на фоне, когда я разговариваю, чтобы девушки потанцевали почти раздетыми и делали тверк. Вот, вот, кстати, на заднем плане, Никита, на заднем, типа... Отлично, отлично. Вообще, на самом деле, сегодня мы с вами собрались, сегодня с вами, для того, чтобы сделать окрашивание. И вот моя прекрасная, восхитительная модель, уже база готова. Я уже все сделала, я обесцветила волосы, а именно корни. И если вдруг вы хотите посмотреть на то, как я это делаю, и узнать вообще все секреты того, как я обесцвечиваю волосы, вы можете подписаться на мой закрытый профиль в Инстаграм, где я рассказываю все секреты. Ну и, как минимум, вы можете подписаться на мой Инстаграм, потому что там есть фотографии до, после и некоторые еще интересности. Ну, вы же как бы не подписаны, конечно же, или подписаны? Ну-ка, пиши в комментариях, подписан ли ты на мой Инстаграм, потому что наверняка многие из вас подписаны. Ну, я в это верю. Свято верю, свято верю. Что у меня сегодня в планах? Я, так как у меня сегодня супер радужное настроение, ну, потому что как бы рэп ворвался в мою жизнь, и, ну, я не могу просто по-другому теперь, я хочу сделать, спасибо, спасибо большое, господи, великолепная команда у меня. Я хочу сделать радужный градиент. И так как в нашей стране прекрасный, мне кажется, может быть всякое, и радуга может быть под запретом, пока все хорошо, я произведу это окрашивание и расскажу вам о том, как это можно сделать. А что, ну, я хочу замешать краситель, я же сделаю разделение, а нет, давайте я вам расскажу, что у меня здесь вообще в принципе есть. У меня же здесь не просто так волосы-то тут как бы здесь непростая ситуация. Давайте я вам покажу сейчас поближе, что к чему. У меня здесь ситуация на волосах, ну, не у меня, у Лиды, у Лиды как бы ситуация на волосах такая. У нее отросли очень сильно корни, и так как ранее было сделано некорректное обесцвечивание, здесь есть некоторые моменты, связанные с неравномерностью базы. И так как волосы на длине не очень хорошего качества, я обесцветила ей только прикорневую зону, все остальное я не трогала. Я попробовала почистить полосу вот здесь, но вот это место, оно очень опасное, и есть вариант того, что волосы поломаются прямо в этом месте, поэтому я решила не рисковать здоровьем прекрасных ледяных волос. И у нас получается вот такая интересная база. Соответственно, здесь, так как вы уже наверняка видели видео с малиной, мы, когда я красила малине, допустим, с малиной мы поступили следующим образом. Я сделала ей светлый оттенок на прикорневой зоне, оставила, потом сделала темный оттенок, переходящий в яркий. В целом, здесь можно было бы поступить так же, но зачем мне красить то же самое, что я уже делала? Я лучше сделаю как-нибудь по-другому, и поэтому здесь вот от этой темной полосы нужно очень хорошо отталкиваться, и я думаю, что вот всю эту зону, где есть корень, я буду красить в более темный цвет, то есть у меня будет градиент с переходом от темного в светлый, фиолетовый, цвет маджента, ну и, соответственно, потом розовый, оранжевый, желтый, зеленый, и тут будет голубой либо синий на концах. База здесь по цветам для каких-то суперчистых голубых оттенков не подходит, потому что, видите, здесь более темное полотно, на прикорневой зоне более светлое. Честно говоря, вариантов того, что здесь можно сделать, в целом достаточно много. Можно было бы сделать радужные корни и закрасить волосы в один тон по длине. В любом случае, если хотелось бы выбрать цветовое решение такое, чтобы цвет выглядел максимально равномерным, нужно было бы отталкиваться от самой темной полосы, вот от вот этой. То есть можно здесь эти волосы покрасить в темно-красный, в какой-нибудь темно-такой, знаете, розово-фиолетовый, как раз цвет маджента для меня этот оттенок. И здесь вообще ни при каких обстоятельствах, на мой взгляд, нельзя красить в голубой, в лавандовый, потому что здесь все пятна сразу будут видны. Поэтому сейчас я начну разделять голову на зоны, и уже после того, когда разбавлю краситель, я расскажу вам о том, какие цвета я использую и как, в принципе, я буду красить. Я разделила голову на зоны, я замешала краситель, и мне бы хотелось рассказать вам о последовательности действий, которые я буду делать. Значит, смотрите, здесь сбрит нижний затылок, и я вообще не вижу смысла красить его с градиентом. То есть я этот затылок буду красить в один цвет. Я нарисовала вот такой вот шаблон варианта градиента, который будет у меня здесь изображен, как бы вот автопортрет этих волос, он вот как бы здесь. И я думаю, что если вы подписаны на мой инстаграм, вы уже наверняка видели демонстрационный вариант такой работы, когда я выполняла его на манекен голове, сегодня я решила воплотить этот вариант в жизнь. И, соответственно, я этот шаблон закреплю рядом с волосами, и либо периодически буду им пользоваться, чтобы видеть, на каком уровне какой цвет должен находиться. Начну я красить волосы с нижнего затылка. Я вот эти волосы сейчас покрашу и изолирую, чтобы вообще не обращать на них внимания. И после этого уже буду двигаться по моему ориентиру градиента. Как вы видите, самая темная полоса у меня будет цвета маджента. Как раз вот у меня будет затемненная прикорневая зона, фиолетовый, цвет маджента, и потом уже розовый и остальные цвета. Как вы видите, опять же, база здесь достаточно темная для этих оттенков, но так как они очень яркие и насыщенные, цвета получатся достаточно яркими, но, может быть, где-то не до конца чистыми. Но меня это не пугает. Я же рэпер, меня вообще мало чего пугает. Как бы... Угу, ну вы поняли, это моя как бы вот чика, бибика. Субтитры сделал DimaTorzok Я снимаю. Уважаемый вертолет, может быть, вы перестанете летать под нашим? Никита, вам вкусно? Не надо подходить ко мне, когда я ем такую еду, я ее не ем и не кушаю. И у меня... Я хочу, чтобы вы понюхали это. Рэп, рэп! Йоу, ес, экзактли. Это моя тя, и... Это не твоя тя. Это моя тя. Окей, I'm... Окей. Так, ну что, комментарии к происходящему. Я сделала уже большую часть работы. Значит, моим ориентиром для градиента была вот такая вот наша прекрасная помощница-бумажка. Значит, я хочу сразу сказать, что фоносветление, как вы помните, на длинных вот этих волосах, которые на среднем и нижнем затылке достаточно темные для некоторых оттенков. И из-за того, что верхняя зона, самая верхняя, зименная зона, самая светлая, окрашивание в общей массе будет выглядеть достаточно чисто. Я могла, конечно, забить и покрасить здесь все в один цвет, либо в два, но зачем? Мы же, иначе такого рэпчика не будет, как надо. Я сейчас буду приступать к окрашиванию прикорневой зоны вот в этом блоке. У меня по всем корням, во всех зонах получаются разные цвета. То есть от самого темного до самого светлого. Здесь нужно быть очень внимательными с точки зрения работы. Я работаю сегодня на планшете. Я не так часто работаю с планшетом. Вот сегодня я практикую такую интересную технику. Все, это очень долго все длится, учитывая, что мы тут еще и болтаем, что-то там веселимся. И вертолет, у нас свой вертолет. Ладно, я буду продолжать работать. Так, ну что, ребята, смотрите, видите, как у меня много разных приблуд для того, чтобы красить. Я все столы собрала, просто все столы, что у меня были. Я могу сказать, что нам осталось совсем чуть-чуть. И я сейчас крашу теменную зону. Это вот эта зона, вот эта, вот эта зона. Я делаю градиент с оттяжкой назад. Это очень важно, потому что в зависимости от того, куда вы будете оттягивать прядь, у вас может получаться абсолютно разный рисунок. Мне бы хотелось сказать, что количество красителя на прикорневой зоне не должно быть слишком большое. Поэтому вам всегда нужно стремиться к тому, чтобы, не знаю, контролировать надо нанесение с точки зрения количества красителя. Вот так. Потому что наверняка вы замечали то, как работают мастера. Ну, либо вы сами, может быть, красились. У нас мастера делятся на две категории. Это мастера, которые набирают краситель вот так. И мастера, которые красят вот так. Я отношусь к тем людям, которые красят вот таким образом. И вот такой вариант кисти у меня не часто в работе присутствует. Я стараюсь все-таки кисти держать отдельно от красителя. Вот у меня тут лежит отдельно сложенный, чтобы иметь возможность набирать краситель именно таким вот валиком. Соответственно, я сейчас буду работать на планшете. У меня самые темные оттенки уже закончились. У лица у меня будет, ну, то есть я сделала синий, на теменной, а прям у лица, у лица фиолетовый. То есть такой плавный переход у меня получается на корнях. И я сейчас буду брать планшет. И, соответственно, здесь я пользуюсь ступенькой. Так как у меня не хватает моего роста, несмотря на то, что я не маленькая. У меня рост 171 сантиметр, если что. Я, соответственно, ставлю планшет параллельно пробору. И начинаю наносить сначала желтый. После желтого я наношу оранжевый. И после оранжевого я наношу розовый. Аккуратненько. Розовый здесь можно, видите, у меня кисть не суперчистая. Но именно такая суперчистая кисть должна быть для корней. Здесь можно, чтобы кисть была с красителем. Но, видите, я ничего не пачкаю, никаких соседних прядей. Такими движениями на планшете я создаю градиент. И все. Я прячу каждую прядь под пленку. Потому что на каждой пряди у меня абсолютно разный рисунок. Ну, на каждой пряди у меня градиент поднимается все выше, выше и выше. Поэтому такая работа занимает много времени. Потому что приходится каждую прядь изолировать. Но зато оно того стоит. Ну, и стоит ли оно того, вы узнаете и увидите совсем скоро. Так, ну что, пришло время смывать нашу красоту. Я сейчас буду сначала промывать нижний затылок. И каким образом я сейчас поступлю. У меня здесь вся эта конструкция интересная. Я попрошу сейчас голову спустить. Да? Опустить. Я сейчас все вот эту вот красоту перекину на лицо. И я сделаю сейчас аккуратненько подложу полотенце. Хотя вот не сразу у меня сейчас получится это сделать. Сложно делать одной рукой. И переложу волосы вот сюда. И зацеплю их зажимом. Просто чтобы на лицо ничего не падало. И так недолго надо будет сидеть. Сначала буду промывать все корни. А потом буду промывать длину. Вот. Я сейчас промою сразу несколько раз шампунем все темные участки. Просто чтобы, когда дома будет производиться мытье головы, чтобы цвета друг друга не запачкали. Я просто сразу сделаю все возможное, чтобы в домашних условиях ничего не испортилось. Ты как там? Все в порядке? Ес! Ну что, ребята, я записывала концовку уже второй раз. Да ну, я знаю, когда я могу. Я хозяйка своей жизни. Я знаю, когда начинать. Я хотела вам сказать, ребят, что я производила крашивание красителем Ира Ира. И если вы хотите его приобрести, в описании к этому видео есть три ссылки на приобретение красителя. Он есть в таких странах, как Россия, Украина и США. Я считаю, что краситель очень достойный, у него очень приемлемая стоимость. И помните о том, что его может купить любой желающий. То есть вы можете быть абсолютно не парикмахером, а просто человеком, который любит яркие волосы, и купить данный краситель. Так что давайте быть яркими. Давайте залайкаем это видео, чтобы 69 посмотрел на нас и кинул нам респект. Пожалуйста, и вот обязательно надо, чтобы он заценил вот этот тверк, вот этот ебич. Ладно, всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, что мы обязательно добьемся того, чтобы нас увидела какая-нибудь классная знаменитость. И мы ее покрасили в нашей мастерской в радугу. И всем хорошего настроения. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok